Здравствуйте. Добрый день, Вера Степановна. Вера Степановна Габелко пришла в историко-культурный центр с самым сокровенным для себя, с фотографиями, на которых изображены ее родители, первостроители города Видное Степан Андреевич и Антонина Ивановна Хомут. Старожилам города знакомы эти имена. В 1948 году семья Хомут приехала сюда на строительство коксогазового завода и поселка для рабочих. Степан Андреевич работал на стройке прорабом, затем старшим прорабом. План каждого построенного им здания, рассказывает Вера Степановна, держал в голове. А самыми важными объектами, в возведении которых принимал участие, считал Дом культуры и школу номер один. В 1955 году папа принимал участие, даже не в 1955, в 1955 уже открытие было Дома культуры нашего. А потом была построена школа номер один в 1955 году. Раньше строители строили, для них важно было, ну, каждая мелочь важна была. Я помню, как они переживали, если им там четверку поставили. Хорошо. Удовлетворительно это даже вообще разговора не могло быть. Только вот отлично и хорошо. Фотографии и документы, сохранившиеся в семейном архиве, рассказывают многое. Вот Степан Андреевич на фоне строящегося коксогазового завода, а вот молодая улица Заводская. Дружно работали, вспоминает моя собеседница, дружно и отдыхали. Отец, несмотря на свою занятость, уделял время семье и троим детям. Мы все выходные, мы никогда не сидели дома. Мы и на ВДНХ, и в парк Горького, и на теплоходе катались. У них часто экскурсии были. Организовывались какие-то грибные поездки. Мы везде были с ними. Антонина Ивановна была для своего супруга первым другом. Всегда и везде вместе. А в доме царили мир и любовь. Все это родители передали нам. Мы же своим детям, говорит Вера Степановна. Наши жители, когда приносят фотографию, они, конечно, в первую очередь рассказывают об истории своей семьи. Но мы знаем, что история нашей семьи – это история нашей страны, а у нас история нашего поселка, будем так говорить вначале, а теперь уже и города видны. И таких краеведов-помощников у историко-культурного центра немало. Архив центра создавался в течение долгих лет благодаря неравнодушным жителям города. Но и сейчас до сих пор видновчане, подобной вере Степановне Габелко, пополняют бесценными кадрами и документами архивные хранилища. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошлева, Видное ТВ.